Ром-комы закончились. Кагуэ близится к концу. Осталась лишь атака Титанов. Последний рывок Валера. Так борись. Борись. Ой, а чё, новый ром-ком вышел? Ты выйдешь за меня? Да. Думаю, не стоит говорить, что нынче романтические комедии не просто популярны, а буквально вытесняют из топов именитые франшизы. Поистине удивительное время для индустрии, учитывая популярность той же госпожи Кагуэ или Коми-сан, которые получают новые сезоны каждый год. Но с недавних пор на сцену вышла семья шпиона, которая оказалась настолько популярна и востребована, что запустила в производство сразу две части за один лишь 22-й год. Стоит сказать, что изначально манга семьи шпиона даже не выходила в печати. У автора имелась лишь парочка проходных ваншотов, и семья шпиона ушла в цифровой Сенен Джамп Плюс. Каково же было их удивление, когда манга спустя год разошла с тиражом в 5,5 миллионов копий, а к 22-му году пробила отметку в 15 миллионов. И это даже без помощи аниме-адаптации. История же разворачивается вокруг секретного агента Висталиса под прозвищем Сумрак, на чьи плечи упала миссия государственной важности. Под прикрытием счастливой семьи Сумрак должен попасть в элитную школу Астании, дабы подобраться к председателю национальной партии Доновану Дезмонду. Однако в качестве прикрытия Сумрак, сам того не понимая, женился на наемнице и удочерил телепата. Семейка у нас экстраординарное не то слово. Но на самом деле тут надо понимать, что семья шпиона это идейный сиквел госпожи Кагу, и даже не пытайтесь меня переубедить, Сироган и наконец-то женился на Синамии и удочерил Фудзивару, я требую признать это каноном! К слову, за адаптацию манги взялась многострадальная вид-студио, известная нам благодаря Атаке Титанов и Саге о Винландии, которую она успешно просрала, но не будем о грустном. О запуске производства объявили в конце 2021 года, и уже в апреле 2022 адаптация увидела свет. Стоило ли это того? Ну как вам сказать, адаптация уже будучи онгоингом, стала самым популярным тайтлом сезона, и заняла 11 место в главном топе ма-аниме-листа. Так что да, семья шпиона доказала, что романтическая комедия вкупе со шпионским боевиком может творить чудеса. Неужели на смену проходным иссякаем наконец-то пришли достойные ром-комы? Безусловно, я храню верность госпожа Кагуи, но семья шпиона — это как минимум достойный конкурент. Кстати, не только я, но и вы явно заметили сходство семьи шпиона с франшизой Джеймса Бонда. Ну, тот самый, с классной тачкой, выдвижными пулеметами и все дела. Так вот, именно эту машину для убийств вы можете построить в Красауте. Да, это постапокалиптический онлайн-экшен, где можно из подручных материалов создать броневую ласточку своей мечты, выкатывая ее на сражения с другими игроками или же на миссии против искусственного интеллекта. Ты бери ее хоть на клановые зарубы или бои с боссами-левиафанами, если ты, конечно, уверен в силах своей ласточки. В Красауте доступна полная кастомизация вашего монстра на колесах из тысячи разных деталей. Вас ограничивает лишь ваша же фантазия. Корабли с миниганами на ховерах, реактивные газели с пулеметами, футуристичные танки с артиллерией или гоночные болиды со взрывоопасными копьями. Ты сам волен выбирать, на чем гонять. Кроме того, не забывай и про уникальную модель повреждений, которая позволит отстреливать врагам их же собственное оружие и остальные детали, дабы лишить бедолагу собственного достоинства. В арсенале Красаута огромный выбор от пулеметов и бензопил до огнеметов и дронов. Ну а если вам тупо лень что-то собирать самостоятельно, вы всегда можете скачать прямо в игре чертеж другого игрока с выставки или загрузить туда свой. Если же вы настроены серьезно, то можете примкнуть к одной из нескольких фракций в Красаут, дабы получать доступ к продвинутым деталям. В постапокалиптическом мире вас ждут кислотные болота, заброшенные шахты, полуразрушенные города, терминалы, заводы и многое другое. А скачать Красаут можно совершенно бесплатно по ссылке в описании. И заодно забрать полезные бонусы. Ну а мы начинаем наш рассказ. Итак, наша история берет свое начало в Астании, одно из двух ключевых государств этого мира, погрязший в информационной войне с Висталисом. Катализатором конфликта стали ультраправые экстремисты с Востока, не с ближнего, окей? которые планируют развязать уже настоящую войну между Висталисом и Астанией. Дабы разрушить все планы по эскалации конфликта, секретные службы Висталиса отправляют своего лучшего агента и мастера перевоплощений под позывным Сумрак. Или по-простому наш неотразимый главный герой. Как и подобает лучшему шпиону Висталиса, Сумрак ладнокровен, самоотвержен и чистоплотен. Ради выполнения приказа Сумрак готов пойти на любые меры, невзирая на этику или нормы морали. Однако, как и у любого шпиона, прошлое Сумрака крайне туманно и невзрачно. Будучи некогда честным и порядочным ребенком, ему пришлось лицезреть разрушительную войну в своем родном городе, в ходе которой он потерял обоих родителей. Без сомнения, эта война определила будущее мальчика, ведь кто как не шпионы помогает своей стране предотвращать подобные конфликты. В эпоху информационной войны между конкурирующими государствами Сумрак умело сменял маски одну за другой. Но даже такой профессионал не мог подумать, что на его пути окажется столь суровое испытание. Ему придется стать отцом. Твоя цель – глава Народной единой партии Донован Дезмонт. Ты должен с ним сблизиться и расследовать его деятельность. А для этого придется найти жену и завести ребенка. Чего? Дезмонт – человек замкнутый и очень не любит светиться на публике. Задним исключением он посещает дружеские собрания, которые проводит школа, где учится его сын. Твой ребенок должен будет поступить в эту школу, а ты – проникнуть на собрание. На все про все у тебя неделя. Как я заведу ребенка за 7 дней? Ну так укради его, в чем проблема? Валера, блин, нас дети смотрят! А, эээ, попробуй почкованием, братан, результат вот! Ну ты дебил. Операция «Неясыть» заключается в изучении личности Донована Дезмонта и его подрывной деятельности в партии национального единства. Однако Дезмонд – человек параноидальный, и подобраться к нему можно будет лишь на родительских собраниях элитной школы сютин. Да твою мать, не тот текст! Элитная школа ЭДЭ, где также собираются крупнейшие политики и чиновники Астании. Операция «Неясыть» в перспективе станет ключом к поддержанию мира между Западом и Востоком. За нее не выдадут наград и не напечатают портрет на первых полосах газет. Ведь работа шпиона никогда не должна увидеть свет. Это лишь малая жертва для поддержания мирной жизни. Именно поэтому за работу берется агент, давно позабывший свое настоящее имя. Ллойд Форджер. Работает психиатром. Такова моя новая личина. Какое хорошее начало для вашей семьи. Если не секрет, у вас сын или дочка? Ну, как сказать? Я еще не решил. Что? Первым этапом операции будет удочерение ребенка для создания прикрытия счастливой семьи. Для этого Сумрак, а ныне Ллойд Форджер, отправляется в детский дом на небольшую разведку. Тут главное выбрать ребенка, который уже умеет читать и писать. А далее дело за малым. И уже здесь наш герой встретит свою будущую головную боль, также известную как... Аня Форджер. Аня ребенок действительно уникальный. Под стать нашему главному герою. Сумрай, коросе... В прошлом результат экспериментов секретного общества, которые наделили ее способностью к телепатии. Опытный образец 007 хоть и способен читать мысли людей, но предпочитает не афишировать свои способности во избежание неприятностей. Может показаться, что экстрасенсорика станет частью уникальных механик этого мира. Но, по правде говоря, в большинстве своем это ключевой комедийный элемент. Некая форма хаоса, нарушающий идиллию тайной жизни шпиона. Решила? Да ладно! Какой выдающийся ум. Такая девочка с легкостью сдаст вступитель. Я ее беру. Шпион, операция... Интересно? Слушай, у тебя на все сериалы одна роль. Эм... Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Отвечай, как ты сюда пробралась? Это были деньги? Шантаж? Или тебе просто нравится издеваться над людьми? Я ничего не делала! Отстань от меня! Но, Фудзивара, погоди! Тем временем Ллойд начинает познавать все прелести отцовской жизни. Внезапно профессиональный шпион узнает, что за ребенком надо ухаживать, следить, оберегать, развлекать, учить, а самое главное воспитать. Справляется ли он с этим? Ну как сказать? Нихрена он не справляется. Суть комедии раскрывается опять же в контрастах. Ведь представший перед нами профессиональный шпион с безупречной карьерой на деле не вывозит даже маленького ребенка. Аня же выступает эмоциональным отражением зрителя, поскольку персонаж просвещен о местном мире не больше нас с вами. Именно поэтому кадр постоянно фокусируется на эмоциях и выражениях Ани, давая зрителю некую отдушину, с которой он может себя ассоциировать. В сути своей история завязана на взаимоотношениях героев, которые должны перешагнуть через свое эго ради общего блага. При этом не просто находя друг в друге опору и поддержку, но и познавая ту самую семейную жизнь, которой у них никогда не было. Но вот какова будет этому цена? Вопрос, конечно, хороший. В каком-то смысле существование телепатию главной героини позволило автору органично вписать озвученные мысли героев. Впрочем, после вот этой вот сране мне вообще грех жаловаться, ведь в семье шпионов герои обходятся лишь парой фраз, а не пассажами размером с Евангелие. Для правильного воспитания Ллойд берется за родительскую литературу, которая проповедует доверие, понимание и веру в себя. В мою веру в тебя, братан! Я всегда знал, что Гордлаг — это достойный родитель. И несмотря на то, что Ллойд очевидно начинает привязываться к Ане, он все еще строго убежден, что никакого будущего у них нет. Однако у каждого шпиона должен быть достойный информатор, который мог бы помочь Ане со вступительными экзаменами, нарыть чужие скелеты в шкафу, ну или просто поиздеваться. Благо эту роль возьмет на себя... Фрэнки Франклин. Фрэнки, как главный информатор, будет выполнять миссию стороннего наблюдателя, периодически помогая на заданиях или же нажираясь в хлам, ведь... Бесплатно же? Именно Фрэнки в этой истории будет, можно сказать, единственным другом Сумрака, наставляющим того на правильный путь. Ну, до тех пор, пока Аня опять не натворит делов. Бомбочка, бомбочка... Ух ты! Тойная связь! В город прибыл Сумрак? Поймай, если сможешь. Найдите, откуда идет передача! Надеюсь, она не разнесла нашу квартиру. Это еще кто-то такие! Аня! Похищение Ани бандитами становится ключевым поворотом сюжета, который заставляет Сумрака кардинально измениться. Ведомый своим меркантильностью шпион подвергает опасности ребенка. Да не какого-то с улицы, а того, который отныне называет героя отцом. Пускай она и сама напортачила, но тем не менее эти разборки в первую очередь на совести Сумрака. И как бы то ни было, он как никто другой должен понимать чувства сироты после трагедии на войне. Опять он меня провел! Вот дурак. Сам пришел прямиком в логово врага. Папа! За это и не люблю детей. Кажется, я стал понимать, чем меня раздражает детский плач. Потому что напоминает о моем же детстве. Я был один, и никто не помогал. Сам того не замечая, я соотносил ее образ со своим прошлым. Нет, дело даже не в этом. Для шпиона было бы настоящим позором вот так обращаться с жизнью ребенка. А поэтому Сумрак решает, что Аня будет лучше подальше от него. Подальше от мира, в котором нет места детям. И подальше от мира, где все решается кровью и шантажом. Добрый день. Или же добрый вечер, мистер Эдгар. Как дела у Карен? Сволочь, откуда ты ее знаешь? В сравнении с тобой она еще ангел, но в темных делах замешана по уши. Что за чушь? Она бы никогда... Эдгар, если хочешь, чтобы она и впредь наслаждалась жизнью, не смей ко мне больше лезть. Однако вскоре Сумрак осознает, что ребенок, которого четырежды возвращали в приют, вряд ли встретит в этой жизни кого-то, кто будет так же чутко понимать ее чувства. Пропустив через себя столь знакомую трагедию одиночества, Сумрак принимает Аню в семью, и они вместе возвращаются домой. Как видите, сохраняя необходимую для комедии динамику, тайтл за первую же серию связал героев сразу общей трагедией, чувством вины и семейными узами, дабы дать зрителю в полной мере проникнуться главными героями. Ну а взяв на себя роль отца, некогда хладнокровный агент разведки, наконец-то раскрывается как живой человек, способный на любовь и заботу. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы сделать лучший тайтл сезона, надо всего лишь показать функционирующую семью. Все еще лучше, чем современный Дисней. Со своими пидорами. Впрочем, не стоит забывать, что семья у нас малость неполноценная, а поэтому даже сдав вступительные экзамены в Эдем, героям будет необходимо найти мать. Как-то хреново звучит. Но ведь мамы правда нет. А, ну, зато у тебя есть папа. Так, я за хлебом. А ну, стой! Тем более найти маму для Ани это та еще задачка. Мало кто из жительниц Берлинта согласится выйти за мужика с прицепом, да еще и сразу после знакомства. Но мы ведь смотрим комедию, не так ли? А значит, судьба окажет нашим героям небольшую услугу. Ведь второй главной героиней сериала станет бесподобная наемница, прославившаяся своей жестокостью Принцесса Шипов. Ну, а для своих просто йор. Девочка она, конечно, очень своеобразная. Умом не блещет, да и социализации большие проблемы. К тому же в 27 лет она до сих пор не замужем. А в условиях холодной войны это чревато чуть ли не обвинениями в подрыве рождаемости. Да, здешний мир работает именно по таким правилам. Доносят все, на всех и при любой возможности. Буквально при любой. Впрочем, основной проблемой для Йор станет внезапно её родной брат Видите ли, наша кровожадная наёмница в жизни божий одуванчик, чьей наивности можно только позавидовать Автор явно пытался сделать Йор настолько далёкой от архетипа наёмницы, насколько только наглости хватило Ведь мало того, что она наивная, она ещё и до ужаса тупая Как ты хотел меня назвать? Глупенькая, просто глупенькая А посему её младший брат места себе не находит, раз сестрёнка до сих пор не замужем Да и коллеги на работе житья не дают со своими издёвками Ситуация доходит до абсурда, когда братец в порыве любви отказывается от повышения, лишь бы не оставлять Йор без присмотра И по итогу у неё не остаётся иного выхода, кроме как соврать Но врёт она тоже так себе И вообще, я на этой неделе на вечеринку пойду Конечно же, не одна Что? У тебя парень есть? Ну, да, есть Так что не переживай Ну понятно, гора с плеч Значит, спрошу потом у Доминика, что за человек это твой таинственный парень Но тут возникает очевидный вопрос А на кой чёрт наёмнице нужна обычная работа, какие-то коллеги и семья? Ну, начнём с того, что при таких профессиях выделяться нельзя категорически А поэтому в обязательном порядке должна быть семья, работа и церковь по воскресеньям Чтобы ни одна собака не посмела на тебя косо смотреть Тем более, давайте не забывать о сеттинге сериала Ведь мир, в котором разворачиваются наши события Представляет из себя чуть ли не Оройловскую холодную войну Везде шпионы, информаторы, любой прохожий может работать на вражескую разведку Тайная полиция спит и видит, на чём бы тебя подловить А самое главное, вездесущие доносы от соседей Автор, безусловно, подсмотрел многое и у Бондианы Что можно заметить даже в методологии шпионских организаций Но архитектурный стиль городов отчётливо повторяет европейский эклектизм Что тоже погружает нас в столь знакомую атмосферу холодной войны Но справедливости ради можно возразить Какое я право имею цитировать Оруэлла, не читав его? Ну, ребят, вы в интернете не первый день Кого это хоть раз останавливало, а? Юрий, ты не так понял! Я просто пошутила! Ух ты! Дружный брат с сестрой поругались? У тебя новый клиент, принцесса Шипов Извините, мне сообщили, что здесь присутствует господин подлый предатель Родины Вот скажите, замминистра по финансовому аудиту Брэннон Это ведь вы? Будьте так добры, позвольте мне сейчас же оборвать вашу жизнь Севдоним принцесса Шипов Эта девушка-убийца Будучи сиротами, Йорр приходилось брать все в свои руки В том числе и воспитание маленького брата Она, как и Сумрак, стала частью большой политической игры Убивая одну жертву за другой Лишь бы был заказ В обычной версии сериала Йорр с малых лет отправилась работать наемницей Дабы дать своему брату достойное образование Ну а в китайской версии сериала она, видимо, пошла работать проституткой Потому что башу мать, это же еще додуматься Надо было так зацензурить кровь Тем не менее, нелегкая судьба Йорр так и сведет ее с Ллойдом Ведь каждому из них нужна семья Пускай и не настоящая К тому же вряд ли кто-то кроме наших героев готов расписаться в течение двух дней Да еще и с ребенком в придачу Но будь ребенок простой, то и сюжета бы никакого не было Не так ли? Извините, вы с меня глаз не сводите Я могу вам чем-то помочь? Просто вы очень красивая Получается, вы находите мою внешность привлекательной? А, ну, да Кто это? Клиент портной Так он с дочкой Вот же, я чуть было не пригласила на вечер чужого супруга Мне рассказывали, что некоторые жены за такое убивают Впрочем, я бы скорее сама ее убила Что? Какой кошмар Из-за таких мыслей кто-нибудь однажды догадается, что я наемный убийца Она убийца! Шпион! Я убийца! Как же волнительно! Девочка жаждала хлеба и зрелищ А, Анечке, так гусно, что у нее нет мамочки Ты чего это вдруг? Так хочется, чтобы у меня была мамуля И все могло бы пройти как по маслу Ибо как можно разрушить столь идеальную сделку? Однако не стоит недооценивать наш ходячий идеал Ибо Ллойд, как настоящий джентльмен Опоздал Выполняя важную миссию, разумеется Но косяк есть косяк А поэтому, расправившись с контрабандистами У него не остается иного выхода Кроме как с залитым кровью явиться на вечеринку Вы не откажетесь? Сказать брату, что я пришла на вечер с хорошим мужчиной Что-что? Ни в коем случае! Неужто ты настолько отчаялась, дорогуша? Не переживай, я расскажу твоему братику, что пришла ты одна, одинешенька Пожалуй, на этом я вас покину Прошу простить за опоздание Я муж Йорр, меня зовут Ллойд Форджер Меня бы устроил и парень, а не сразу муж Проклятие! Из-за задания не то ляпнул Йорр, ты что, уже замужем? А почему не рассказала? А, ну, просто... Стыдно признавать, но у меня остался ребенок от первого брака Вот жена ей не распространялась Это все я виноват Не могла Йорр отхватить в мужья такого красавчика Йорр, дорогая, у нас тут горячий-пригорячий гратен приготовился Ой! Безусловно, без совсем уж пошлых приемов тут не обошлись Поэтому такие вот приступы лютой ненависти на пустом месте придется потерпеть Ни мотивов, ни специфики тут не будет Змеиный коллектив Йоррота просто попытка выдавить пожалейку Особенно забавно, что далее по сюжету манги они ведут себя совершенно иначе Что прямо указывает на вымученность подобных конфликтов Но с другой стороны, ради таких вот моментов можно и потерпеть Лоид, понимаю, момент не самый удачный Но давайте поженимся Знаете, мне сказали Это очень подозрительно, что в моем возрасте у меня никого нет В общем, я к тому Если вы не против, мы можем и впредь быть вместе Не ограничимся одним собеседованием Это будет на руку нам обоим Зараза! Им некуда бежать! Йорр Какие бы трудности не ждали нас впереди Переживем их вместе Так, все, не могу это смотреть Блядь, гаси камеру Сука Валера, твою мать! Нам надо обзор снимать! Да не могу я снимать! Когда же наконец-то я стану счастливым? Говоря о счастливых, юные молодожены все же не более чем прикрытие друг для друга И разумеется, ни Ллойд, ни Йорр даже не догадываются о реальном положении партнера Ллойд, конечно, что-то подозревает Но вот Йорр в упор не замечает, что работа психотерапевта не очень вяжется с бандитскими разборками И да, именно с этого момента семья шпиона и становится романтической комедией Понимаете, весь тот семейный спектакль мог бы работать, если бы у них не было ребенка Который яро пробуждает в персонажах родительский инстинкт Вокруг него, по сути, и будет выстраиваться история Ведь какими бы хладнокровными наши герои не были, природные инстинкты подавить очень трудно В результате Йорр и Ллойд настолько вольются в роль матери и отца, что начнут в это искренне верить Это произойдет не сразу Но уже в начале истории герои будут вынуждены столкнуться с неоднозначными чувствами Которые позднее решат сами для себя Я так рада, что у меня появилась мама Мама Я тебе помогу Такой нестандартный подход к выстраиванию любовной линии чувствуется очень свежо и интересно Автор решил не играть на каких-то мимолетных чувствах А вместо этого сразу поставил героя в положение отец и мать Грубо говоря, автор деконструирует психологию романтики, не заводя ее до чего-то природного и инстинктивного По ушам сумрак в натуре волки же такую анаконду себе отхватил Ээээм Первым же испытанием для новоиспеченной семьи станет собеседование в ЭДЭМ Где под прицел попадают не только дети, но и их родители Эдем, будучи крайне элитной школой для элегантных детей, проводит жесткий отбор, от которого зависит репутация всего заведения. И все было бы хорошо, не будь наша семейка дилетантами, из которых аристократов не слепить даже за год. Как бы Сумрак ни старался, все так или иначе приводило к желанию сменить работу. Но тут его Хаясака поймет. А посему у него не остается и нового варианта, кроме как заучить ответы по сценарию. Но повторюсь, Эдем заведение крайне элитное, где оцениваются не только оценки, но и статус, манеры, да даже осанка. К семьям прикованы взгляды сотен учителей, которые уже с порога школы решают, достойны ли они учиться в Эдеме. Сумрак, как никто другой, умеет отыгрывать перед человеком его идеал, что позволяет ему элегантно пройти все испытания школы. Но при всем своем профессионализме, реальные испытания пройдут его чувства к своей уже практически настоящей семье. У всех свои сильные и слабые стороны. Она очень любит порядок и идеально убирает квартиру. Да и за Аней она хорошо смотрит, так что... Нашли, чем удивить. И то, и другое для женщины естественно. Позвольте. Ничего страшного, Ллойд. Будет вам сложно. Успокойся. Чего ты вдруг взбесился, Сумрак? Еще не хватало, чтобы эти красавчики прошли. Это ж будет сущей несправедливость. Собеседование, в свою очередь, становится отправной точкой для отношений Ллойда и Йорр, когда герои впервые вынуждены полагаться друг на друга. Заметьте, как в этой ситуации персонажи почти что инстинктивно приняли свои роли. Ведь Йорр, как настоящая мать, тут же бросилась защищать Аню, в то время как Ллойд пошел на открытый конфликт. Профессионалы своего дела, которые просто играют роль, приняли провокацию настолько близко к сердцу, что полностью отдали себя чувствам. И вот, в порыве любви, они не смогли сдержаться и признались друг другу прямо на глазах комитета. Этого не было, не докажешь. Ну, может и не было. Че докопался, прокурор, что ли? Хорошо. А что ты скажешь про свою новую маму? Она очень добрая. Но иногда ужасно жутко. А если бы тебя попросили поставить оценку родителям, что бы ты поставила? Сто баллов из-то. Хочу всегда с ними жить. А скажи, нынешняя мама или прошлая мама, кому ты больше дашь баллов? Ну что же вы, сон. А что-то не так? Я прошу вас изменить вопрос. Ни за что. Промолчите. Минус баллы. Ясно, ясно. Ну, конечно же, ты больше любишь прошлое. Что за вопросы? Успокойся, Йор. Как я могу? Мы всего лишь фальшивая семья. Вы это называете младшимым? Это не повод заводиться. Что вы бубните, вторая жена? Ну, проиграли вы покойницы. Чего злиться-то? Держи в себе сумрак. Что до собеседования, мистер Мудак все равно получит свое. Если не от Ллойда, то от коменданта Хендерсона. И нет, это не шутка. Персонажи на японском буквально зовут Мудак. Я всегда знал, что мы с японцами найдем общий язык. С другой стороны, очень странно, что важнейшей проверкой на элегантность стала чистоплотность, когда героев чуть не исключили за испорченную одежду. Вы не ступите в нашу школу. В грязной одежде в нее вход воспрещен. Как раз на такой случай мы захватили сменную одежду. Да кто мог вообще такой случай предвидеть заранее? В таких заведениях превыше всего ценят манеры, гуманность и воспитание, которые не позволяют оставить человека в беде. Вот если бы Ллойд на собеседовании бутылку глазом открыл, вопросов бы не было. Но учет чистоплотности в экстренных ситуациях выглядит глуповато. Но не менее глупо выглядел бы весь комитет, исключив Форджеров из-за какого-то мудака. Благо комендант Хендерсон взял инициативу на себя и пролоббировал Аню на поступление. Если хотя бы один из поступивших учеников заберет свои документы, Аню Форджер сразу же зачислят в Эдем. Но ведь мы провалили собеседование. Известно ли тебе, Форджер, какой организм на Земле губит больше всего людей? Комар! Прямо на наших глазах ты спас Уона от смертельной опасности. Да вы смеетесь надо мной. Выше голову, Форджер. Ваша семья достойна нашей школы. Что же до наших голубков? Они уже как настоящие супруги разделяют друг с другом свои тревоги и переживания из-за дочери. Свою роль в отношениях Ллойда и Йорр также сыграют их детские травмы, которые вряд ли позволят им стать полноценной частью социума. Один оказался втянут в длительную войну, на которой потерял друзей и родную мать, вторую сиротой завербовали в наемницы. Герои никогда не имели, да и не верили в семейную жизнь. В нормальную семейную жизнь. Но теперь, когда у них появилась эта жизнь, пускай и в качестве ролевой модели, психка дает слабину и раскрывает их истинное эго. Впрочем, сумраку роль отца дается труднее всего, поскольку шпион, приученный к отсутствию эмпатии, открывает для себя совершенно новые, невиданные ранее чувства. Йорр так и вовсе раскрывается, как самодостаточная боевая единица, которая при случае навалит не только грабителям, но и своему мужику. Для профилактики. Запоминай, сумрак. Во-первых, твоя дочь должна стать имперским школьником. А для этого она должна отменно учиться. От твоего успеха зависит мир между Западом и Востоком. Вырастите за неблагородную девицу. Я давно уже и не мечтаю. Обида. Вторым этапом операции станет непосредственное сближение с Дезмондом через связи в Эдеме. Однако к самому Дезмонду можно подобраться только на встречах имперских учеников, для чего Ане понадобится набрать 8 стел, отображающие заслуги студента. С другой стороны, если Аня сама подружится с кем-то из родственников Дезмонда, то операция пройдет куда быстрее. И в этом ей поможет... Дэмиан Дезмонд. Дэмиан, к слову, персонаж не из приятных. Такая типичная золотая молодежь, испорченная статусом своей семьи. Сам из себя ничего, кроме переизбытка гордыни, не представляет, а маячащие рядом пупа и лупа лишь усугубляют и так поганый характер. Тут не то что дружить, просто терпеть Дэмиана уже в каком-то смысле победа. Благо Аня отдает себе отчет о важности операции. Она ведь телепат, а значит без слов понимает необходимость дружбы с Дэмианом. Ну или не совсем. Отныне я буду тебя так задирать, что мало не покажется. Так тебя доведу, что вообще улыбаться больше не сможешь. Эй, ты куда косишься, испугалась что ли? И что же ты спустишь ему это с рук? Забыла, чем мама и папа пожертвовали ради тебя? Так борись же. Борись, Аня. Точно. Спасибо, дядя Иоан. Что у вас тряслось? Посмотрите, эта девчонка ударила господина Дэмиана. Все не так, учитель. Она долго-долго сдерживалась, но они ее довели, вот. Они на ступе... ...на ножку девочки. Поэтому я ее зазлилась. Так это все ради меня, Анечка. Именно так. Аня элегантно уничтожила любые надежды на дружбу с Дэмианом, а также заработала тонит разотраку, приблизив себя к исключению. Эй, Ллойд. Че такой кислый? Впрочем, я может слегка преувеличил, сказав, что надежды нет. Ведь сумрак как-никак профессионал манипуляций. Так что заставить Аню извиниться ему как два пальца. Тем более Дэмиан все-таки мальчик, который вряд ли устоит перед женскими слезами. Не устоит же, да? Хочу извиниться перед тобой за то, что удаю вас. Ведь на самом деле я очень сильно хотела подлужиться с тобой. Похоже, мне и вмешиваться не надо было. Умничка, Аня. Хорошо, что извинилась. Выспокойся, сердце! Я не могу запасть на жалкую нищенку! Никогда! Мне гордость этого не позволит! Какой же господин молодец! Его и женские слезы не берут! Ну, сегодня так уж и быть, можешь быть свободна! Господин! Господин! План Б! Провалился! Так это самое. Че такой кислый? Забавно еще и то, что вся эта театральщина с влюбленным Дэмианом по сути не получит внятного продолжения. Дэмиан так и продолжит фыркать на Аню, лишь изредка отвечая взаимностью на ее помощь. Такое поведение обусловлено, сделайте удивленное лицо, трудными отношениями с отцом, которому нет дела до сына. Дэмиан, в свою очередь, будет пытаться заполучить отцовское внимание через учебу, дабы сравниться со своим старшим братом, то есть имперским учеником. И вот если Дэмиан сам по себе полностью замотивирован на хорошую учебу, то вот Аня... Аня и его полная противоположность, у которой единственная мотивация – это отцовский подзатыльник. Я не буду учиться! Нет, ты будешь! А ты застож! Но давайте не забывать про куда более насущную проблему, которая касается не только Ллойда, но и ее в частности. Назовем эту проблему как-нибудь коротко и изящно. Ну, например... Юрий Брайер. Также известный как младший брат Йор. Так вот, мало того, что братец, как оказывается, не знал, что сестра вышла замуж, так он еще и в тайне от нее устроился в контрразведку, которая, ой, как хочет посадить сумрака на что-нибудь острое и продолговатое. Стоит ли говорить, что местная тайная полиция в лучших традициях штази практикует слежку, шантаж и допросы с пристрастием? Добрый день, мистер Хейвард. Я вам ничего не скажу! Представьте, вы, оказывается, коллега моей сестры. После работы пойду поздравлять ее с замужеством. Мы давно не виделись, и мне аж не терпится. Как понимаете, с вами хочется закончить поскорее. Расскажите все, что знаете. Посмотрите, это ведь вы, мистер Хейвард? Я надеюсь, вы понимаете, что вы уже не жилец. Да как вы можете так с людьми обращаться, безбожники проклятые! Это мы-то безбожники? Мистер Хейвард, наши методы дословно согласованы с местным батюшкой, так что мы тут, как у Христа, за пазухой. Правда ведь, отец? Бей в капусту, как можешь. Правша бей справа, левша бей слева, и не смущайся ничуть. И потом, наоборот, скажи слава тебе, Господи. Попал. Без сомнений, Юрий, как и любой уважающий себя КГБшник, буквально одержим личностью Сумрака. Но не ради славы или карьеры, а ради того, чтобы его сестренка похвалила. Видите ли, у нашего Юрца очень ярко выражен комплекс сестры, поскольку она в свое время взяла на себя роль его матери. Йорн, на удивление, воспитала Юру как прилежного мальчика. Однако ее гиперопека вылилась в полное непринятие им какого-либо партнера у сестры. А теперь моделируйте ситуацию. У сестры появляется не просто парень, а сразу муж, и мало того, что братец об этом узнает последним, так его новоиспеченный зятек еще и работает на вражескую разведку. Даже не могу себе представить, что может пойти не так. Я скушаю человека и узнаю, не угроза ли он быть сестры мужем. Да нет, с какой-то стати он будет достоин. Почему ты целый год молчала? Я жду от тебя внятного объяснения. Вполне логичный вопрос. Ну что ж. Я Юрия лучше всех на свете знаю и все для нас устрою. Не подведи, Юр. Ну так что, сестричка, почему сразу не призналась? Понимаешь, у меня совсем вылетело из главы. Подожди, но я же звонил недавно. Я же спрашивал, почему тогда не призналась? Я забыла о том, что забыла рассказать о том, что замужем. И он это проглотил? Как видите, сообразительность не самая сильная черта Брайера. Впрочем, как и алкоголь. Но об этом позже. В ходе дальнейшей беседы Юра выдает Лойду уже знакомую тому методичку тайной полиции Астани. А когда дело совсем начинает пахнуть жареным, то Юра устраивает молодоженам настоящий допрос. Но, как мы уже видели, все, что касается сестры, сводит Юрия с ума. А вкупе со слабостью к алкоголю семейное воссоединение вскоре превращается в ультиматум. Юрец все же настолько сильно расстроился из-за тайного замужества сестры, что решил во что бы то ни было доказать лживую сущность муженька. Не сказать, что Чуйка подводит юного КГБшника, но главным препятствием для него так и останется собственная сестра. Я же сказал, что не признаю свадьбу. Никогда в жизни не назову его зятем. Что ты грубишь, Юрий? На словах ты, конечно, герой, обманщик. Да, точно. У тебя лицо типичного лжица. Ой, что же ты... Поцелуйтесь у меня на глазах. Что? Что вам стоит, если вы и правда влюблены? Просто как же мы на людях-то? Достаточно и раза. У меня все вопросы отпадут. А если не можете, я потребую в мэрии вашего развода. Приступим. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-подожди, пожалуйста. Простите за жена. Что? Ага. А, Юр, ты чего? Не, с тобой, сестричка! Пожалуйста, только не при мне! Я так и знала! Не могу! Сестричка! Нет! Нет! Он не светлый настал. Так уж и быть, временно вверяю тебе губы сестры. Чего? Что ты такое говоришь, Юрий? Стоит отдать Юрцу должное. Удар он держит хорошо. Но с другой стороны, его работа на контрразведку наводит Сумрака на очень темные мысли. Юр ведь просто не может не знать о работе Юрия. Что если она с ним в сговоре? Что если Астания просто подослала ее, дабы копать под Сумрака? Как вообще шпион такого ранга мог потерять бдительность? Во всяком случае, узнать наверняка можно лишь устроив проверку для Юр, дабы она сама раскрыла свое соучастие. Через прослушку Сумрак узнает, что Юр сильно переживает из-за того, что она никудышная жена. Ни готовить, ни ребенка воспитать не может. Однако даже эти крокодили и слезы Сумрак спихивает на попытке подобраться к нему поближе. Кульминацией же становится самая настоящая диверсия, когда переодетые Сумрак и Фрэнки под угрозой ареста заставляют Юр расколоться. Однако даже шантаж не заставляет Юр раскрыть свое соучастие в контрразведке. Даже наоборот, она, рискуя собственной жизнью, пошла на конфликт с офицерами, пытаясь защитить Аню и Ллойда. Под давлением шпионской паранойи Сумрак пошел против той, кто согласилась стать матерью его ребенка. Он подозревал в шпионаже ту, которая, не страшась тайной полиции, стала защищать свою семью. В конце концов, он устроил проверку угрозами и шантажом той, кто даже в патовой ситуации ставила его личное благо выше своего. Юр в ответ на провокации реагирует как настоящая любящая жена. А ее переживания на работе ясно показывают, что она делает все ради того, чтобы стать достойной супругой. В этот момент Сумрак осознает, что с фальшивой семьей он, наконец, обрел тех людей, которые им по-настоящему дорожат. Тот стыд, который охватывает Сумрака из-за столь свинского отношения к Юр, сравним с тем, как будто он усомнился в верности родного человека. Поначалу его, безусловно, пугала эмоциональная привязанность к своему прикрытию. Однако теперь Сумрак перестает врать самому себе и принимает свою давно утраченную человечность. Прости меня. Плохая я жена. Даже за своим внешним видом уследить не могу. Я так не считаю, Юр. Порой так и вовсе кажется, что многие семьи живут лишь отыгрывая свои роли. И если вечно играть, то неудивительно, что однажды устанешь. Поэтому, Юр, оставайся такой, какая ты есть. Веди себя уверенно, и никто не заметит маленьких недочетов. Да и Аня обрадуется, если ты снова будешь улыбаться. Я счастлива, что вышла за тебя замуж, Лойд. Валер, ты что, плачешь? Да, это мой ролик, буду плакать, когда захочу! Сука, счастье! Тем временем разведка Висталиса не особо радуется новости о Танитре в первый же учебный день. Оценив успех операции в 4 месяца, Сумрак немного присаживается на очко, лицезрев реальную успеваемость Ани. Мало того, что интеллигенция из нее никакой не вышла, так еще и до имперской ученицы, как до Луны. Лойд уже было повесил руки. Однако, как я и говорил, Стеллы выдают не только за отличную успеваемость, но и за общественно полезные дела. Стеллы дают и за достижения в спорте и искусстве. Но Лойд и так убедился в том, что ни Ахиллеса, ни Моцарта из нее не выйдет. А я вот нутром чувствую, что Аня была бы отменной пианисткой. Тебя никто не спрашивал! Впрочем, как мы знаем, таланты Ани не лежат на поверхности, а посему ей впервые удается использовать свои силы по назначению. Так, например, в ходе общественных работ в больнице она спасла тонущего инвалида, услышав его просьбы о помощи. И пускай ей так и не удалось заработать Стеллу за благотворительность, но зато она сделала кое-что более важное. Она спасла человеческую жизнь. Где он, товарищи? Где он? Все. Больше не могу. Ты зачем в бассейн нырнула? Чен? Папа, просто в водичке пузыки были. Больше, чтоб так не дурило. Спасибо. Большое вам спасибо! Ну, Ино, да ты умничка, малышка. Первоклассница из пансиона Сессил, Аня Форджер, награждается Стеллой за спасение мальчика. Настоящая умничка. Я за тебя ужасно рада. Ощущение, словно удалось теракт предотвратить. Я страшно горд за Аню. Получив первую Стеллу в своем классе, Аня не только приблизилась к званию имперского ученика, но и осознала кое-что важное. Те способности, которыми ее наделили, это не проклятие, а подарок, который она может использовать на пользу людям. Аня в ходе всей истории чувствовала себя неким балластом на плечах Лойда. Но теперь она научилась использовать свою силу во благо. А значит... А значит, можно списывать на контрольных, читая чужие мысли, вууу! Да, над воспитанием надо поработать. К слову об успеваемости, Дэмиан в этой ситуации ведет себя Крайне благородно Да, он исходит на говно от зависти Но все же сквозь зубы признает Заслуги Ани перед школой А значит их отношения наконец-то Пошли в гору Возможно он даже не так плох как кажется Ты нос ты не сдирай Ну или не совсем Во всяком случае это хоть какой-то прогресс Ведь теперь ему придется с ней считаться Как с равной себе А не как с дочкой простого врача Кстати о врачах Как ей говорил прикрытие для шпиона Залог успеха операции А вот у сумрака оно трещит по швам Из-за того что его по ночам Грузят мелкими заданиями Соседи вешают на несчастного Ллойда Все смертные грехи От измен жене до предательства дочери Дабы никто не усомнился В подлинности их союза Герои должны старательно отыгрывать Образцовую семью А поэтому прямо на показ с соседем Герои отправляются в океанариум Где на него Вновь вешают работу Ты привыкнешь Не дай бог еще заподозрят Что у нас фальшивая семья И папа котов позвал нас в океанариум И мама всегда добыла к папе Замечательные люди Будто с бумажки прочитала Ну да и ладно Агент сумрак У нас для вас вновь есть стороннее задание Не получится Сегодня важный день для операции Неясыть Твое задание как раз касается Берлинского океанариума Позвольте, это случайность Товар Информация о том, как создать Новое зарубежное химическое оружие Это ж десятки тысяч наших Сотграждан окажутся под угрозой В итоге я взялся за еще одно задание А впрочем, ладно Семейную идиллию соседям Я еще в парадной показал Радует тут только то, что местные экстремисты оказываются не сильно умнее бревна И сумрак без проблем перехватывает секретные материалы По правде говоря, основную работу сделала, конечно же, Йор Но зато Ллойд и от террористов избавился И с соседями отношения наладил Иными словами, кризис в семье Форджеров успешно миновал Но надолго ли? Пожди, а че, уже конец, что ли? Ну да, 12 серий Вторая часть только в октябре Уф, сука Ну что ж, тогда Итог? Подводя итоги, стоит сказать, что да Было очень странно делать ролик по половине сезона Но в свое оправдание скажу Что я, как ровный пацан, мангу читал И точно знаю, что ключевые события во вторую часть не попадут А вот что туда точно не попадет Так это уникальная предыстория произведения О которой мы очень подробно поговорим Как-никак это одна из немногих вещей Которые заставили меня сделать очередной ролик о романтической комедии Так вот, семья шпиона Как я и говорил, тайтл действительно уникальный Тацуэ Энда, можно сказать, выдал настоящую смесь енота с носорогом Потому что по факту В основу семьи шпиона легло сразу три ваншота автора Смешанных в такой винегрет Что диву даешься, как это вообще сработало Главным образом в семью шпиона легли дочь Медузы, Эш из Чистилища и Я Шпион Дочь Медузы рассказывала нам историю о том, как солдат опекает дочь Медузы Гаргоны На пару со своей подругой из борделя Этот ваншот подарил сериалу саму концепцию фальшивой семьи А также некоторые черты для персонажа сумрака Я Шпион подарил сериалу шпионский жанр, дополнил образ сумрака и зародил Йорк как романтический интерес Ну а Эш из Чистилища подарила Ане ее ключевой образ и добавила в сериал фэнтезийные элементы вроде телепатии Все эти ваншоты не были популярны, да и читаются они как проба пера Будто бы автор подготавливался к чему-то большему Поистине уникально здесь то, как трепетно автор подошел к семье шпиона Ведь он с ювелирной точностью отбирал лучшие черты своих прошлых произведений Персонажи были воссозданы из нескольких прототипов А лейтмотив семьи шпиона объединил в себе сразу две истории автора Комедийный жанр, смешанный со шпионским боевиком Это именно то, что автор активно продвигал Поскольку его ваншоты по жанровой составляющей далеко друг от друга не отходят Тацуэ Энда спустя столько неудачных попыток Все равно оставался верен себе и продолжал заигрывать с околошпионскими мотивами Что-то добавляя, что-то вовсе убирая в долгий ящик Сеттинг же сериала явно выдает нам конфликт между ГДР и ФРГ Который заметен не только в деталях европейской жизни того времени Но и в названии города Берлинд Но это, видимо, уже для совсем тупых То есть для тебя, да? Заткнись! Та же тайная полиция Остании буквально в деталях повторяет образ ГДРовских штази Которые настолько глубоко контролировали социум Что даже церковь была вынуждена сотрудничать с органами Что же до шпионских организаций Здесь автор решил положиться на проверенную временем бонзиану Отсылок на которую здесь в вагон и маленькая тележка Начиная с кодового имени Ани 007 Заканчивая именем собаки Но это спойлер К тому же способность Сумрака перевоплощаться, сменяя маски Явно взята из франшизы Миссия невыполнима Культурное влияние бонзианы Также породило образ роковой женщины для Сумрака Которая в лучших традициях шпионских боевиков Способна дать отпор даже главному герою Однако Йорк Брайер Спустя первые же минуты экранного времени Разбивает этот архетип вдребезги Представая перед нами Как еще один комедийный элемент Именно комедийная составляющая В сути своей сделала семью шпиона Столь самобытной и завораживающей Какой еще тайтл будет одновременно отыгрывать Как шпионский боевик При этом разыгрывая романтическую комедию Порой высмеивая собственный жанр Комедия безусловно держится На телепатических способностях Самой Ани Которая раскрывает нам истинную сущность Сумрака и Йорк Телепатия в семье шпиона Выполняет сразу две роли Она вносит элемент хаоса в историю И выставляет зрителю всю подноготную героев В каком-то смысле телепатия Ани Похожа на закадровый голос госпоже Кагуи Который преподносит одну и ту же ситуацию С разных перспектив Таким образом сериал высмеивает Паранойю персонажей Которые пытаются скрывать свою сущность От Ани Она и так все прекрасно знает Кроме того комедия прекрасно работает На контрасте экспозиции Представший перед нами как лучший агент Висталиса С треском проваливается на задании Где надо просто собрать ребенка в школу Известная своей жестокостью наемница Носится за младшим братом как за ребенком Периодически отправляет его в нокаут К тому же Йорк несмотря на свою кровожадную работенку Имеет проблемы с социализацией Да и умом не блещет от слова совсем Что же до Ани Аня попав в семью шпиона и наемницы Мягко говоря выпадает в осадок от происходящего Но в положительном ключе Поскольку закадровый голос Часто подмечает ее жажду хлеба и зрелищ Ведь на самом деле За маской милой девочки Кроется угроза всему миру Сумрак в сериале является голосом разума Озвучивая разумное негодование От действий главных героинь Эмоционально же тайтл часто отыгрывает От выражений Ани Так как мы вместе с ней Новички в этом мире А значит нам проще себя с ней ассоциировать Семья шпиона структурно проста как две копейки У каждого из героев есть условный архетип Например шпиона, убийцы или сироты Благодаря их трудному детству Автор постепенно раскрывает Тонкую душевную организацию Каждого из героев Ну а выстраивая простейшие параллели между ними Автор выводит их отношения На уровень практически родственных Чем и вызывает симпатию у зрителя И да, для шпионского боевика Которые смешали с романтической комедией Крайне важно выстраивать естественные связи между героями Дабы их чувства друг к другу не казались наигранными Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Да-да, вот об этом я и говорю Благо в семье шпиона автор смог сохранить комфортную динамику Не растягивая лишний раз хронометраж Например, для того, чтобы связать героев семейными узами Автор в первой же серии проводит простые параллели Оба когда-то оказались беззащитными и брошенными сиротами Кто-то на войне, кто-то в качестве подопытного На этой почве сумрак привязывается к Ане И двигает их отношения на новую ступень Заставляя зрителя сострадать своей общей трагедии Как видите, автор использует простые и понятные конструкции Для выстраивания отношений Чем убеждает зрителя в естественной натуре героев Ведь нет ничего важнее семьи Сильнее всего в сериале ощущается мотив фальшивой семьи Который не только задает вопрос о сущности семейной жизни Но и деконструирует психологию романтики Ставя героев сразу на последний этап отношений Изначально герои ввязываются в эту театральщину Для создания собственного прикрытия Кому для миссии, а кому ради заказных убийств Однако, отыгрывая роли матери и отца Герои, лишенные семейного счастья Находят себя в прострации Потому что они впервые почувствовали себя счастливыми Еще раз вякни что-то про счастье Эти глаз на жопу натяну! Этот мотив фальшивой семьи Которая из раза в раз становится все более настоящей И ставит перед зрителем вопрос А что вообще есть настоящая семья? Посудите сами Герои просто оказали друг другу нужную им услугу Они не были влюблены Они вообще не были заинтересованы в том Чтобы становиться матерью или отцом Но именно ситуация, в которой они Можно сказать, перепрыгнули на финальный этап отношений Заставила их полюбить друг друга Как только они стали отыгрывать семью То внезапно появились и эмоции Забота, поддержка Появилось осознание своей роли в семье И вливание в эту роль как во что-то естественное Вспомните, как герои, поддавшись эмоциям Рвались защищать Аню как настоящую дочь Или вступались друг за друга, когда кому-то грозила опасность Во всех этих ситуациях Ллойд вместе с Йор рефлексируя о случившемся Подмечали исключительные стороны друг друга Которые сближали героев эмоционально По итогу это привело к тому, что они Сами того не замечая Открыли друг в друге родственную душу Которая позволила фальшивую семью Превратить в настоящую Примечательно еще и то, как сильно Сумрак окорешет от мысли Что он не просто влился в роль отца А что ему эта сука нравится Сумрак персонаж ну очень гордый и принципиальный Такой, как он в жизни не признает, что ему свойственна сентиментальность Он на протяжении всего сериала твердит себе Что эмоции его погубят Что ему нельзя привязываться к семье Но в какой-то момент он становится не в силах Отрицать свою искреннюю человечность Еще недавно Сумрак обращался с Аней Как с говорящей собачкой А теперь носится с ней как мать Тереза Это и привязывает нас к героям сильнее всего Ведь несмотря на свои изначальные образы Герои предстают перед нами как всего лишь жертвы холодной войны В этом мире Сумрак и Принцесса Шипов Являются жестокими и хладнокровными исполнителями больших политиков Ни в глазах зрителя, ни тем более в глазах местных граждан Они не являются людьми в привычном нам понимании Однако тайтл из раза в раз преподносит нам их глубокую человечность Отчего кажется, будто бы нам раскрыли ту сторону персонажей, которая скрыта от людских глаз Даже когда Сумрак впервые получает признание как защитник слабых Он с трудом принимает похвалу как что-то чуждое ему А причина-то в том, что Сумрак как истинный шпион методично уничтожал в себе человечность Которая, как оказалось, никогда не покидала его В сериале звучит очень важная фраза, которая описывает проблематику персонажа Ваши заслуги никогда не увидят люди Вам не выдадут наград и не напечатают о вас в газетах Но именно на вас держится мирная жизнь Иными словами, героя изначально поставили в позицию мученика Который должен отдавать себя с головой ради тех, кто даже не знает об этом Лишенный признания, любви и поддержки, Сумрак внезапно получает все это от своей фальшивой семьи Которая еще вчера была для него лишь временным прикрытием Личность Сумрака оказывается настолько хрупкой Что вся крепость рушится под натиском тех, кто увидел в нем человека, а не инструмент Эх, как мало нужно людям для счастья Ну да ладно С технической точки зрения семья шпиона также обрадовала своей безумно яркой, насыщенной и динамичной картинкой Ну во-первых, это вид студии, окей? Тут плохо не могло быть априори Наоборот, тайтл удивляет своей технической стороной Когда порой совсем простые сцены анимированы так хорошо Что любая иная студия вряд ли стала бы тратить на это столько денег Комитет явно не скупился на бюджеты, а поэтому даже диалоговые сцены изобилуют движениями и мелкой моторикой Короче говоря, вид студии на семье шпиона не сдерживает свой потенциал Порой создается ощущение, что студия специально дополняет историю, дабы показать себя во всей красе Так, например, у нас появилась замечательная серия в замке, которая смысловой нагрузки не несет, но вот техническая выше всяких похвал Тут вид студия продемонстрировала феноменальную работу с пластикой объектов, динамикой и глубиной кадра Этот эпизод в манге занимает всего пару страниц Но в аниме студия в порыве вывалить весь свой потенциал показала нам это По итогу можно с уверенностью сказать, что семья шпиона – это глоток воздуха для немного застоявшейся индустрии Семья шпиона объединила в себе огромный культурный пласт западного мира, эффектно жонглируя жанрами, отсылками и пародиями Даже автор «Атаки титанов» Хадзиме Исайяма отметил талантацию инду, который, по его словам, с такими мощными навыками больно долго сидел в ассистентах Да что тут говорить, если тайтл, выходя в ангоинге, бил все рейтинги токийских телеканалов Но справедливости ради на маркетинг ребята не поскупились Такие высокие ставки на популярность семьи шпиона вызваны не только космическими продажами манги, но и тем, что тайтл очень выстернизированный А значит и потенциальная аудитория у него в разы больше Шпионские боевики и так не теряют в актуальности А в формате романтической комедии семья шпиона без сомнения будет удерживать свою популярность в любое время Да и сериал можно спокойно смотреть всей семьей Собственно, поэтому ролик и без мата Мы сегодня выступаем за элегантность, в том числе и русского языка В остальном же сериал анимирован и срежиссирован выше всяких похвал Видно, что бюджетов на комедию не пожалели К тому же, несмотря на свою комедийную составляющую, тайтл способен демонстрировать глубокую личностную драму каждого из героев Святая простота семьи шпиона делает ее невероятно приятной для просмотра Она способна рассуждать о серьезных проблемах враждующего мира и при этом вызывать неподдельный смех от несуразности происходящего Проще говоря, семья шпиона это именно та комедия, которая несет свои идеи в массы При этом филигранно приправляя их комедийной составляющей и приятной семейной идиллией Ну и конечно же стоит сказать большое спасибо ребятам со студийной банды Которые озвучили семью шпиона в рамках этого ролика И не стоит забывать про ребят из Кроссаута, которые проспонсировали выход обзора Все ссылки будут в описании Пока что семья шпиона это наверное лучший проект Синза Абе по пропаганде семейных ценностей Жаль конечно этого добряка Но тем не менее, спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца Не забывайте поддерживать обзор рублем и до скорых встреч агенты Висталеса Ух ты, тайная связь Бусов, мы только что перехватили странный сигнал Западный шифр? Нет, обычная речь Сейчас Вставай Донбасс Вставай мы край родной Вставай Донбасс Прогонь Найдите откуда идет передача